Всем привет! Меня зовут Анастасия, я из Музея Занимательных Наук «Фокус». Сегодня у нас с вами будет программа, программа «Вода», очень интересная. Нам понадобится всего лишь несколько предметов, которые есть в каждом доме. Нам понадобится, конечно же, вода, нам понадобятся бутылки, нам понадобятся палочки, красители, понадобятся платочки. Я думаю, что у каждого дома это есть, и мы с вами сегодня попробуем сделать кое-что интересное. Итак, давайте сначала поговорим о самой воде. Мы каждый день сталкиваемся с водой, мы знаем химическую формулу воды H2O, мы знаем некоторые любопытные факты о воде. Например, человек не может прожить без воды. Без воды человек может прожить всего лишь 2 недели, без еды примерно 60 дней. Вода очень важна для организма. На сколько процентов человек состоит из воды, кто-нибудь знает? Он состоит из воды на 60%, то есть более чем на половину. Вода окружает нас всюду, везде, но о свойствах воды так или много мы с вами знаем. Давайте сегодня попробуем на нашей импровизированной кухне, вы у себя дома, попробуем как раз-таки провести очень интересные эксперименты. И начнем мы с вами с самого яркого, самого запоминающегося эксперимента, который мы между собой называем радуга. И именно на этом эксперименте увидим капиллярные свойства воды. Для этого нам понадобится 6 стаканов. На самом деле их может быть гораздо меньше, но зрелищ не получается, если их 6, так как у нас всего будет 6 разных цветов. В данном случае мы взяли с собой вот такие вот бутылочки с разными красителями, однако если у вас нет таких, вы можете просто взять свою акварель или гуашь, или даже пищевые красители. В принципе, никакой разницы нет. Также нам понадобятся вот такие обыкновенные платочки. Хочу заметить, что платочки достаточно тонкие. Если вы, к примеру, для этого эксперимента возьмете принтерную бумагу или, предположим, бумажные полотенца, они окажутся слишком плотными, не будет такой красивый и быстрый эффект, как сегодня мы продемонстрируем. Поэтому я советую взять, еще раз показываю, вот такие маленькие бумажные платочки. Мы берем один из них и складываем следующим образом. Проводим подготовку к эксперименту. Развернули платочек. Так, я буду делать это у себя на столе. Наверное, вам сейчас будет не очень хорошо видно, но затем я подниму и продемонстрирую. Я складываю в несколько полосочек, как будто бы гармошкой, в одну линию свою салфетку. Итак, посмотрите, какой результат у меня получился. Вот таким образом мы складываем салфетку. Ее можно немножко покрутить, примять, чтобы она не теряла свою форму. И всего, раз у нас шесть красителей, должно быть шесть салфеток, соответственно. Мне осталось скрутить еще одну. У вас это займет немножко больше времени. Я заранее подготовилась. Итак, мы сминаем салфетки. Они достаточно тонкие. Также, такой же эксперимент можно проводить не только на салфетках, но и на живых растениях. В данном случае мы будем смотреть, как же вода проходит по поверхности салфетки, так же, как внутри растения, как она протекает по капиллярам. Итак, все салфетки у меня готовы. Теперь нам нужно с вами окрасить воду. В принципе, достаточно немного совсем добавить, чтобы появился пигмент. Я думаю, что каждый знает такую интересную считалочку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И по первой букве мы с вами можем понять, в какой цвет должны окрасить поочередно воду. Итак, каждый красный. Может быть, я даже немножко потом красного добавлю. Не знаю, как на видео смотрится. Может быть, не слишком насыщенно. Охотник. Это у нас оранжевый цвет. Я еще раз повторю, что вполне можно использовать акварель. Желтый. Так, желтый отлично получается. Зеленый. Синий. Так. И последний стакан, к сожалению, стоит без красителя. Если у нас есть считалочка, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, то на букву F, конечно же, у нас не хватает фиолетового. Но поскольку мы знаем, как правильно сочетать цвета, можем взять синий и можем взять красный. Вместе их смешать в нужной пропорции и получить фиолетовый. Очень деликатный процесс. Здесь главное не переборщить. Я возьму специальную палочку деревянную. Они нам понадобятся сегодня. Вы можете взять ложечку. Вот у меня получился светло-светло такой бледный цвет. Я добавлю еще немножко. Мы с вами сегодня химичим. Все еще бледно, хочется более насыщенный. Я думаю, видно. Видно фиолетовый оттенок? Да? Или еще можно добавить немножко? Давайте еще немножко добавим. И уже приступим к самому эксперименту. Можно сказать, что подготовительный этап мы с вами закончили. Итак, что же этот эксперимент должен нам показать? Каждое растение впитывает воду по своим маленьким капиллярам, по стволу. Вы никогда не задумывались о том, как же вода поступает в кроны дерева от корней до самой верхушки? И вот сегодня мы эту тайну с вами разгадаем. Берем платочек. И вот эту нашу полоску складываем пополам, так, чтобы у нас получилась некая галочка или арка. Вот такой вот домик. Складываем. Каждый. Возможно, вы уже догадались, что у нас каждая салфетка будет соединять каждый стакан. Мы постараемся сегодня добиться плавного градиента. На это понадобится некоторое время, поэтому мы как раз таки проводим этот эксперимент первым, чтобы немножко подождать и увидеть самый красивый эффект. Итак, теперь вот этот домик нам нужно поместить в стакан, так, чтобы каждый край салфетки окунулся в свой стаканчик. Вот у меня уже начинается процесс. Так. Соединяем. У меня оказалось на одну салфетку больше. Я плохо считаю. Что мы с вами видим? На данный момент я замечаю, что краска только-только начала подниматься по салфеткам. Как же это происходит? Между молекулами воды есть определенные притяжения друг к другу. А также между молекулой воды и между молекулой капилляра тоже есть притяжение. И чем хуже капилляр, тем выше и сильнее поднимается вода по этому капилляру. И вот мы с вами можем наблюдать уже, например, на самой первой салфетке, как красная вода, красный пигмент уже поднялся на самом верх. Вот здесь тоже желтый поднялся. И в процессе перемешивания, диффузии, они примут совершенно неотличимую друг от друга грань. Здесь будет перелив оттенка. Но мы немножко подождем и потом к этому вернемся и посмотрим, что у нас получилось. А пока что пойдем с вами дальше. Следующий эксперимент само собой тоже связан у нас с водой, но не только. Я бы хотела у вас спросить, напомнили вам слово эмульсия. Может быть, вы уже где-то его слышали. Эмульсия это жидкость, которая состоит из двух других составов. В данном случае у нас с вами будет вода и самое обыкновенное масло. У меня в руках подсолнечное масло. Вы можете взять его у мамы на кухне. Тихонечко. Взять у нее вот такую вот воронку и большую бутылку. В принципе, можно взять и бутылку поменьше. У нас сегодня с вами будет много разных бутылок, много разных размеров. Но для того, чтобы хорошо продемонстрировать, для того, чтобы было все наглядно и понятно, я беру именно побольше. И так, давайте мы все смешаем. Мы сегодня с вами экспериментируем. Нальем воду. Может быть, даже чуть-чуть побольше. У меня здесь есть неприкосновенный запас, который я буду использовать, если мне кажется, что воды маловато. Я предлагаю воду для наглядности все время подкрашивать. Раз уж мы имеем такое многообразие разных оттенков, я предлагаю все-таки подкрасить, ну, например, зеленым. Давайте это будет зеленый оттенок. Цветная вода, это же всегда интереснее, правда? Маловато. Ждать, пока оно само перемешается долго, поэтому я немножко воду взболтаю. И теперь давайте нальем воду-масло. Я думаю, что вы, в принципе, сами уже догадываетесь, что мы с вами можем увидеть. Но я все-таки задам вопрос. Как вы считаете, получится ли у нас воду с маслом перемешать полностью, так, чтобы они стали однородной жидкостью? Давайте посмотрим. Я попрошу чуть крупнее показать мою бутылку. Вот у меня в руке находится моя бутылка. И мы видим, что вода, которую мы подкрасили зеленого цвета, она находится внизу, а масло находится вверху. То есть они расслоились, можно сказать, на две составляющие. Почему это происходит? Ну, конечно же, из-за плотности. То есть плотность масла ниже, чем плотность воды, и, соответственно, масло всплывает. Где мы можем такое увидеть? Ну, например, мама сварила достаточно жирный суп, предположим, на говязи или на свинине. И на поверхности супа плавают вот такие вот маленькие пузыречки жира. Можем ли мы смешать две эти жидкости? Давайте мы не будем от этого отказываться, все-таки попробуем. Но для этого нужно хорошо закрутить бутылку, чтобы у нас ничего не расплескалось, и как следует потрясти. Отрываемся по плотности. Так. Посмотрите. Вода потемнела, да? Она стала другого оттенка, то есть более такая белесая, что ли. Мы уже не видим отдельных пузырьков масла, и мы не видим отдельного слоя воды, правильно? Ну, то есть получается, что у нас получилось смешать две эти жидкости. Ну, получается, что так, да? Но если немножко подождать, то можно заметить, что вода и масло снова расслаиваются на два слоя. То есть, можно сделать вывод, что масло и воду невозможно смешать. Так получается. То есть не бывает в мире продуктов, которые совмещают в себе и воду, и масло. Ну, я бы так не сказала. Вот, например, я думаю, что практически в каждом холодильнике, ну, если не в каждом, есть такой продукт, как майонез. Из чего состоит майонез? Это оливковое масло, это вода, это яйца, лимонный сок, да, и так далее. И все-таки этот продукт имеет целостность, правильно? Для того, чтобы производить майонез, требуются специальные стабилизаторы. И эти стабилизаторы как раз-таки помогают молекуле воды и молекуле жира не рассоединяться. Однако, если майонез, предположим, просочен, и мы открываем банку, мы видим, что вода как будто бы расслоилась, да, и больше не соединена с молекулами жира, это как раз-таки потому, что уже стабилизатор не работает. Он уже вышел срок годности у стабилизатора. Давайте снова посмотрим на бутылку. Я отчетливо вижу два разных цвета, а именно масло наверху более светлое и зеленую воду внизу. У нас с вами нет стабилизатора, поэтому все, что мы смешали, к сожалению, снова расслоилось. Итак, переходим с вами дальше. Сейчас мы с вами попробуем изучить оптические свойства воды. Как же это сделать? Что такое оптика? Мы возьмем вот такой вот стакан высокий, вот такую полбу, и заранее подготовленные стрелки. Такие стрелки вы можете просто нарисовать на бумаге черным маркером. В данном случае у нас достаточно большой заламинированный лист. Достаточно вам будет просто нарисовать на обыкновенной бумаге и взять, например, маленькую базу, либо взять какой-нибудь стакан. Даже хватит и вот такого стакана. Но поскольку мы с вами сегодня все записываем в видеоформате, для наглядности мы берем нечто побольше. Возьмем вот такую полбу. Нам нужно ее заполнить полностью водой. Хотя можем даже заполнить наполовинку. Давайте посмотрим сейчас внимательно на стрелки. В какую сторону они смотрят? Для вас они смотрят влево, для меня смотрят вправо. Итак, посмотрим на стрелки через колбу. Все ровно так же? Здесь нужно смотреть под определенным углом, для того, чтобы наш фокус получился. Стрелки действительно все еще смотрят влево. Однако, если мы... Сейчас мы настроим ракурс. Если мы опустим наши стрелки вниз... Давайте сейчас найдем нужный угол, потому что здесь очень важен свет и его преломление. Смотрят ли стрелки все еще влево? Не смотрят, да? Скорее всего, вправо. Действительно ли стрелки поменяли свое направление? Нет, стрелки остались прежними. Но их изображение изменило свое направление, как раз таки из-за того, что через воду, через вот эту круглую вазу, свет преломился. Вот такой фокус вы можете показать дома у себя на кухне, своей семье. Итак, хорошо, с колбой мы разобрались. Теперь у нас будет еще один зрелищный и красочный эксперимент. Он называется водоворот. Для этого нам понадобятся две большие бутылки. Я очень советую вам брать большие бутылки, так как на маленьких время проведения эксперимента сильно уменьшается. Итак, ну конечно же, мы покрасим с вами воду. Ну, цветная вода, это всегда интересно. В какой цвет? Давайте в красный. У меня уже есть нужное количество воды, мне ничего доливать не надо. Осталось только добавить краситель. Все, я думаю, хватит. Так, хорошо. Ну что, и мне понадобится вторая бутылка. Ну, не простая. Здесь у меня есть вот такая замысловатая пробка. Даже тяжело ее открутить, чтобы вам продемонстрировать. Внутри этой пробки находится отверстие уже, чем отверстие горлышком в бутылке. Вот такую вот пробку на самом деле можно сделать и в домашних условиях. То есть это не какая-то исключительная вещь, которую можно только лишь купить. Вы можете самостоятельно это сделать дома, например, таким образом. Вот мы сделали своими руками что-то подобное из двух крышечек. Две крышечки мы склеили между собой и между ними просверлили небольшое отверстие. Это то же самое. Итак, мы прикручиваем нашу волшебную пробку к бутылке. Хорошо прикручиваем. Прикручиваем вторую бутылку и пробуем провести эксперимент. Как вы думаете, если я сейчас переверну эту бутылку, вылится ли вода из одной в другую? Давайте попробуем. Что-то пошло не так. Как вы думаете, что нам нужно сделать? Почему вода не выливается? Подумайте, подумайте. Но я не буду вас долго томить. В бутылке снизу, конечно же, есть воздух. Ему просто некуда деваться. Вода не может залиться в нижнюю бутылку, так как воздух там внутри присутствует. Надо его как-то выпустить. Как бы нам так сделать, чтобы воздух из нижней бутылки попал в верхнюю, а вода из верхней в нижнюю? Просто. Нам нужно всего лишь раскрутить. Хорошенько раскрутить эту бутылку. Я надеюсь, что вам видно. Внутри находится водоворот. Я еще не один раз повторю, чтобы вы внимательно посмотрели. Не всегда с первого раза получается. Вы можете потренироваться дома. Точно такой же водоворот мы с вами можем увидеть, ну, к примеру, в ванне, когда вода уходит в свивное отверстие. Пробуем еще раз. Переворачиваем. И хорошенько раскручиваем. Видите? То есть, по середине появляется маленькое отверстие, для того, чтобы воздух выходил из нижней бутылки, а вода сливалась из верхней в нижнюю. Вот такой получается водоворот. Вы можете дома его украсить не только краской. Вы можете добавить туда блестки, можете добавить туда интересные пенопластовые маленькие шарики. и украсить, разнообразить свой эксперимент. Так, отлично. С этим мы с вами разобрались. Мы уже достаточно много с вами сделали и много интересного узнали. Но это еще, конечно же, не все. Давайте разберем нашу конструкцию, для того, чтобы она не занимала много места. Я вообще советую вам проводить эксперименты либо на кухне, либо в ванне. Потому что, если что-то разорьется, конечно, будет очень обидно. Поэтому нам нужно с вами все подготовить. Итак, сейчас я бы хотела вас познакомить с таким интересным изобретением. Оно было изобретено в 17 веке в Италии и называется картезианский водолаз. Тогда давно его даже назвали пляшущий чертик или даже картезианский дьявол. И мы сейчас разберемся, что же это такое. Вот у меня есть несколько образцов. У нас это выглядит как маленький осьминог. Можно чуть-чуть его приблизить. У нас есть разных цветов. Вот такой осьминог, который внутри обладает капсулой с воздухом. Что же мы можем с вами сделать с этим осьминогом или водолазом? Мы его берем и помещаем. Вот в данном случае он у меня в бутылке уже находится. Его не видно, потому что он на самом верху. Он обладает положительной плавучестью и находится как раз-таки возле горлышка крышки. Я его немножечко опущу палочкой, и вы увидите, как он выглядит у меня в бутылке. Я надеюсь, что вам видно. Нужно налить в маленькую бутылку достаточно много воды, прямо для самого горлышка. Поместить туда нашего картезианского водолаза. И изменить давление в этой бутылке. Как мы можем изменить его без каких-то дополнительных, можно сказать, приспособлений? Да просто, с помощью руки. Очень сильно нажимаем на бутылку. И плавучесть нашего водолаза изменяется. Я сейчас буду несколько раз нажимать. Водолаз будет плавать вверх-вниз. Что в данном случае происходит внутри бутылки? В отверстие, в котором находится воздух, заливается вода. Соответственно, сам водолаз идет от этого на дно. И как только я бутылку разжимаю, это отверстие освобождается для воздуха снова. Если у вас нет такого водолаза, чем его заменить? Ну, давайте подумаем. Что еще у нас обладает резервуаром воздуха внутри? Мы додумались взять пипетку. Самая обыкновенная пипетка, которую можно найти в аптеке. Можно найти у себя дома, среди возможных кабель для носа и так далее. Вот такая вот обыкновенная пипетка. Она состоит из двух частей. Из резинового колпачка и из стеклянного колпачка с другой стороны. Опускаем бутылку и смотрим, получится ли у нас заменить картезианского водолаза вот такой пипеткой. Проверяем. У меня что-то не получается. Может быть, я слишком мало давлю? А вот, смотрите, если двумя руками слишком мало сил, то наша пипетка начинает тонуть. И даже можно увидеть, как она наполняется внутри водой полностью. И как только я разжимаю свои руки, снова вода вытекает из этой пипетки. Так, ну что, это тоже можно повторить дома. Наш следующий эксперимент. Нам снова, как это ни странно, понадобится бутылка с водой. Я бы даже еще долила сюда воды. Здесь мы с вами должны проследить поверхностное натяжение воды, свойство воды такое. Нам нужно налить достаточно много воды в эту бутылку, столько много воды, чтобы вверху горлышко образовалась линза. Я сейчас объясню, как это сделать. У меня есть специальный поднос, я не боюсь разлить воду. Я наливаю в бутылку очень много воды, прям с горлышком, и наверху образовывается дугообразная поверхность воды. Давайте попробуем увидеть это через камеру. Чуть-чуть приблизим. Смотрите, знаете, что это мне напоминает? Мне напоминает это капельку росы. Когда проходит дождь, на листьях остаются маленькие капельки росы, и они обладают немножечко круглой формой. Почему это происходит? Капельки и молекулы воды, связанные между собой, конечно же, притягиваются друг к другу, и молекулы воды, находящиеся по краям, то есть на поверхности, они обладают более сильным притяжением в центр. И поэтому формируется вот такая вот интересная форма, полукруглая. Мы сейчас с вами попробуем сделать кое-что интересное с помощью марли, маленькой резиночки и вот таких обыкновенных деревянных зубочисток. Итак, отматываем марлю. Мне понадобится несколько слоев. Я сейчас попытаюсь, если у меня ножницы посмотрю, скорее всего нет, но я попытаюсь разорвать. Вот у меня все получилось. И сложить марлю в несколько раз. Конечно, можно и один слой марли использовать, но поскольку у нас достаточно тонкий пластик, будет лучше использовать несколько слоев. Итак, я накрыла марлей бутылку, часть воды впиталась, так и должно быть, это абсолютно нормально. Теперь мы подготавливаем нашу резинку, натягиваем марлю и завязываем горлышко так, чтобы марля была полностью натянута на этом горлышке. Так, у меня все получилось. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось аккуратно и с первого раза. Ну что ж, марля это достаточно неплодный материал, там внутри находится очень много отверстий. Давайте попробуем перевернуть эту бутылку и посмотреть, прольется ли вода. Делать это нужно очень аккуратно. Возможно, с первого раза получится не очень хорошо, но мы постараемся. Итак, чуть-чуть пролилось. Поскольку я нажимаю рукой все-таки на тонкий пластик этой бутылки, если бы это была, например, стеклянная бутылка, возможно, вода бы не пролилась. Но вы видите, что вода дальше не льется. Значит ли это, что марля полностью закрыла горлышко? Ну, я бы не сказала. Вот, например, если я сейчас возьму зубочистку и продрявлю эту марлю, смотрите, вода все равно не выливается. Давайте попробуем запустить туда зубочистку. Она даже улетела наверх. Интересно, кто из вас знает, почему зубочистка улетает? Слишком сильно нажимаю на бутылку, не нажимаю. Зубочистка улетает наверх. Почему? Все это потому, что плотность самого дерева ниже, чем плотность воды и, соответственно, дерево всплывает. Все мы знаем, что дерево всплывает на воде. Итак, с этим экспериментом мы с вами заканчиваем и переходим к последнему, можно сказать, одному из самых интересных экспериментов. И называется он холодное-горячее. Для этого мне понадобится кипяченая вода, горячая. И немножко вот так вот отставлю поднос и почищу свое рабочее место. Мне понадобится 4 стакана. Они должны быть абсолютно одинаковые. Если вы планируете повторить данный эксперимент, вам нужно найти идентичные 4 стакана. Каждый стакан должен встать ровно на поверхность своего другого идентичного стакана. У меня их всего лишь 3, поэтому я, пожалуй, украду из своего же эксперимента один стакан. И, кстати, вы можете обратить внимание, что уже сейчас вся эта радуга полностью перемешалась на своих сгибах, цвета перемешались, и мы видим, что они даже так как-то очень симпатично переходят из желтого в оранжевый, из оранжевого в красный. Если у вас будут более насыщенные цвета, если вы добавите больше красителей, я думаю, будет смотреться очень эффектно. Ну, украдем наш многострадальный фиолетовый, мне его не жали. Так, убрали. Ну что ж, 4 стакана у нас есть. Нам необходимо 2 стакана наполнить холодной водой и 2 стакана наполнить достаточно теплой водой, не совсем кипятком. У меня есть термос. Мне вот уже вода попала на руку, я думаю, что она, в принципе, приемлемой температуры. Это не кипяток, вы не должны обжечься, но вода должна быть ощутимо горячей. Как обычно обозначают холодную и горячую воду. Конечно же, холодная это синяя, а горячая красная. Давайте для наглядности их окрасим в нужные соответствующие оттенки. Так, замечательно. у меня есть для вас вопрос на засыпку. Скажите, пожалуйста, какая вода тяжелее? Холодная или горячая? Вот какой из этих стаканов окажется тяжелее? Вроде бы странный вопрос. И здесь вода, и здесь вода. Как может быть что-то тяжелее? Но сегодня мы с вами посмотрим, что разница все-таки присутствует. я немножко размешаю, чтобы все, весь пигмент равномерно перемешался в воде. Итак, еще для этого эксперимента нам понадобится вот такая пластиночка. У меня она вот такого образца. Вы можете такую пластинку сделать своими руками. Например, купите папку для файлов и из обложки этой папки вырезать небольшой прямоугольник. Итак, что мы с вами сейчас будем делать? Давайте попробуем поставить один стакан на второй. Для того, чтобы эксперимент точно получился, нам нужно убедиться, что вода, что мы воду налили до предела. Иначе эксперимент может не получиться, так как внутри окажется пузырек с водой и он нам помешает. Помните, в прошлом эксперименте мы говорили про силу поверхностного натяжения? у нас снова получается из воды линза. Еще немного я налью здесь горячей воды. Так. Если мы ставим горячую воду на холодную, соответственно пластиночку прижимаем аккуратно к стакану красному. Я вот уже увидела, что он немножечко прогнулся. Прогнулся, а значит уже закрепился на этом стакане. Попробуем перевернуть? Давайте. Видите, у меня все получилось. теперь наша задача состыковать два этих стакана ровно друг с другом. И, конечно же, брать пластинку. Это очень кропотливый процесс. Здесь нам нужно внимательно, я даже немножко опущусь, чтобы видеть. Можно даже увеличить немного зум, посмотреть, как это выглядит в приближенном варианте. я даже молчу, потому что я очень волнуюсь. Итак, смотрите, что у нас вышло. Горячая вода также осталась наверху. Синяя холодная вода осталась внизу. А между этими двумя слоями воды есть небольшой такой оттенок, еле заметный, мне очень хорошо заметный, не знаю, как передает камера, фиолетового цвета. Мы уже с вами знаем, что при перемешивании синий и красный дают фиолетовый оттенок. Но, смотрите, у нас вода не перемешалась друг с другом. Правильно? Правильно. Почему же это произошло? Потому что плотность горячей воды намного меньше, чем плотность холодной. Как мы это с вами докажем? Давайте попробуем поставить холодную воду на горячую, то есть делаем все наоборот. Повторяем тот же самый ритуал. Для меня важно, чтобы поверхностное натяжение присутствовало, чтобы оба стакана были полны воды. Так. Если мы ставим холодную на горячую, соответственно, пластинку теперь я кладу на синий стакан. Все и чувствую, что все получилось. Так. Так. или нет? Давайте еще раз попробуем. На всякий случай лучше перестраховаться, чем все разлить, правильно? Так. Но если вы что-то разольете, это не страшно, вы всегда можете заново повторить. Так. Ну что? Надеемся, но лучше. Отлично. Теперь точно так же я немножко разлила. Стыкуем два стакана. Давайте прежде, чем я уберу пластинку, мы с вами подумаем, что должно произойти. Если холодная вода плотнее и тяжелее, соответственно, она должна опуститься на дно. То есть, если мы с вами все правильно сделали, если мы соблюдаем температурные режимы, все должно правильно произойти. Итак, смотрим. посмотрите, два абсолютно, можно сказать, идентичных эксперимента, но как они по-разному себя ведут в зависимости от того, какую воду мы ставим сверху, правильно? Здесь мы видим, что холодная вода и горячее перемешались в точности так, как и должно было произойти. И это наш с вами самый последний эксперимент. На этом мы с вами закончим. Я надеюсь, что вам понравились те эксперименты, которые мы вам представили, что вы нашли для себя что-то новое, что вы можете провести у себя дома на кухне, удивить свою семью, друзей. И мы будем рады встретить вас в нашем музее занимательных наук фокус. До свидания.